К тому, что в этой расстановке Широков часто из глубины такого играет оттянутого центрального нападающего, врывается по центру, и Бенфики так забил. Ну помните все мячи его? Высокий пошли в шноберце. Забить! И Кришета! Наказывает за растерянность и организованность в защите у Динамо. Вроде не шибко высокий Доменико Кришета, играет с другого края, но оказался в нужный момент в свободной зоне. Сброс плохой, и Доменико Кришета открывает счет. Молодец, поздравляем с забитым мячом, глядя на Березовского. Он, по-моему, за «Зенит»-то забивал, да? Не забивал никогда с прошлого-то года. Ну-ка вспомните, ребят, Артем, я Татариного говорю, ну в студии наверняка сидят те, кто лучше статистику знает. Смотрите внимательно. Хлоп! Друг другу помешали. А каким кивком головой профессионально? Показали крупным планом, показали Романа Березовского. Мы с вами видели его перед игрой. Очень напряженное было лицо, такое возбужденное, не похоже на Березовского. Пожалуйста, как по заказу. Ну вот, борьба. Ломич пролетает. Кришета один. Второй мяч в воротах. Эй, ребята, телевизионщики московские, чего ж вы спите? Не дали нам посмотреть контратаку «Зенита». Я так полагаю, по логике, что «Динамо» могло рвануться вперед, и тут же было наказано. Это не к намутову, сострепетову претензии или к Березовскому. Смотрите, вот они начинают небрежная передача, небрежный прием. Киржаков один. И ой-ой-ой, наказывает Березовского. Не готов. Роман был, Березовский, к этому удару. Может быть, грунт помешал, да. Высоко был. Выдалеко вышел вперед. И мяч, видите, обтек его сверху. Ну, я уже говорил про Березовского, что видно, что очень нервничает. Психологически боится нашу команду. Но Саша, можно поздравить с его прической. Обычный футболист, когда не идет игра, меняет прическу. ЦСКА забил на первой минуте гол, помните? Потом еще один, отлично с передачи Губачана. И опять забивает в Москве. Зулин вернулся. Здесь, может быть, игрок сам играл. Кришета. Аршавин слева. Один в один. Может ударить. Как потрясающе. Ну, Симак! Гол, тридцать. Аршавин все сделал. Это для Силина и для Артема Татаринова Аршавин. Аршавин все сделал. Это не бомба замедленного действия, молодые люди. Если можно назвать так Силина. Это наш футболист, который нам поможет выиграть чемпионат. Да. И с полейки берет него. Березовский, бедный Березовский. 3.0.25 минут сыграли. Какая оплеуха московскому «Динамо». Сергей Симак. Браво, Сережа. Браво. Держит себя в идеальном состоянии. Смотрите, как убирает под правую и вразрез между двух защитников. Аршавин как на блюдечке с голубой каёмочкой. И Симак одно касание подработки. Ну, были разные варианты. Ударил на точность счёчкой в дальний угол. Хоп. Увидел движение вратаря чуть-чуть правее. Такое впечатление, как на бильярде. Аккуратно посмотрел и сильно в лузу. 3.0. Первый тайм. «Зенит» выигрывает в московском «Динамо». Я не знаю, кто там ставит. Среди моих знакомых есть много играющих в тотализатор. Не знаю, кто ставит на такой счёт. Да, да, да. Ну, не надо расслабляться. Максим Акадонников вот такое лицо, как такой матёрый футболист выходит. Он такой румяненький при этом. Румяненький, такой уверенный в себе. Втроём. Рядом с Кураньей всё-таки. И всё-таки он забивает. И всё-таки Куранье забивает со стандарта. Из-под Ломбарса. Да там рядом были Широков и Губача. И всё-таки он своё дело сделал. Во всяком случае, на данную секунду, чтобы всё-таки... Возвращаясь к данному штрафному, необязательность штрафной со стороны Хусти. Да, полностью согласен. Необязательность штрафной. Зная блестящей группы, чего не скажешь. Прервал эту передачу. Денисов включился. Игорю тяжеловато одному бороться. Но сам потащил за собой команду. Это Симак. Это Хусти. Мяч под левой ногой у него. Кому? Кто забьёт? Кержаков! Кержаков из-под Ломбича выскочил всё-таки. Надо отметить Хусти. Я ругал, ругал Хусти. Но левой ногой. Блестящий в пасхусти. Приношу извинения перед ним. Очень важный психологический мяч. Почему извинения перед этим? Правильно вы его критиковали за необязательный пасху? Было дело? Было, да. Но он послушал нас. Он послушал нас и справился. Но сейчас контратака, которую я бы сказал в первую очередь Денисову спасибо. Игорю Денисову. Прервал атаку. Начал свою. Пас влево. Быстро. Вот эта передача идёт Хусти из глубины. И Япурянов вместо того, чтобы помешать Хусти, начал руководить обороной. Прозворачивался, показывает разберите своих. А в этот момент Хусти успевает подать. И вот что значит стартовые качества Александра Кержакова. Спокойно, спокойно. Вы представляете, какое, Саша, решение со скока принять ногой. Как быстро он раз-два играл в голову. Да, и опустил мяч вниз. И опустил мяч вниз. 20-й гол в этом чемпионате у Кержакова. У Сейду Думбия набрал ещё 8.25. Сколько там доворот? Метра 22-23. Хусти подошёл. Накалилась обстановочка. В зарубежной карьере, когда Хусти очень хорошо исполнял стандартные положения. Когда играл в Германии. Когда играл в Германии, видел кассету. Очень много мячей было забито. К сожалению, в «Зените» очень мало этого мы увидим. И всё-таки Роман Березовский растерян. Саша улыбается и просит Хусти проверить. Хусти слева и Кержакова. Отбивал, я много мячей видел и заженит. Ох, это да! Можно прочитать, согласен. Хусти согласен. Вот это да! Бедный Березовский. Но он, по-моему, не ждал такого. Это такая театральная сцена была. Кто что. А метров 29-то ворот, наверное, было. Как из «Катапульты», как из «Прощи»? Роман не расстраивался. Вот замена-то, а? Вот тренер угадал с заменой. Вроде давненько, и мало Хусти появляется. Да, и передает привет Роману Березовскому Хусти из его города. Я говорю, из его города, потому что у Березовского прописка питерская до сих пор. Да, мы знаем. Да, да, да. 79-я минута. Великолепный гол. Я думаю, что он... На все вкусы голы сейчас. Для футбола России просто до заглядения. Да все мячи зенита. Да нет, но это мирового класса мяч. А уровень игры нашей команды? Ну, те, кто не верит в футбол, всегда найдут что сказать. Скажут, что купили игру, или что-то глупость какую-то еще. Браво, Зенит. Зенит выиграл 5-1. Заслуженно, заслуженно выиграл. В первом тайме доминировал. Во втором тайме острая контратака. Четвертый мяч, и потом великолепный стандарт Хусти. Браво с Полетти. Сергей Симак, автор одного из мячей, третьего мяча. Ребята, благодаря от болельщиков, есть за что. Посмотрим статистику по ударам, по ударам в створ. Зенит везде хозяин. По нарушениям, по нарушениям тоже. А по карточкам динамовцы не справились с эмоциями, видите, три. Итак, поздравляем вас с этой крупной и очень хорошей победой Зенита. Отдыхаем. Всем здоровья, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok